МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Гибель 6-го флота США. Убийца авианосцев, удар которого не было. Чудовище или чудо изобретения российского инженера. Такой техники пока не разработаны, у нас не было никогда. Орлята учатся летать. Паника в ЦРУ или тайна Каспийского монстра. Лун наносит солнечный ожог. Полет над сушей и над водой. Орлята могли подниматься на 2 километра вверх в воздух. То есть в случае чего смогли выступать по крайней роли классических штурмовиков. Проект «Пеликан Ультра». Российское ноу-хау переворачивает мир. Арктическая эпопея экрана плана. Был создан проект «Пеликан Ультра». Это не совсем экраноплан, скорее экранолёт. Секретная разработка или прорыв в будущее. В программе «Атака монстров». Если вам кажется, что всё настроено против вас, то вспомните, что самолёт тоже взлетает против ветра. Генри Форд. Непобедимый и легендарный 6-й флот США занял позиции у берегов Сирии. Всего американцы сосредоточили у берегов Сирии группировку из 40 кораблей. Флагман группировки – атомный авианосец Дуайт Эйзенхауэр, краса и гордость Америки. Непобедимый монстр, способный разить врага на расстоянии в тысячу километров. Его постоянное сопровождение – ракетный крейсер «Хью-Сити» с полными погребами домогавков, приготовленных для обстрела сирийских городов. Помимо этого, в свете американского суперавианосца числятся три эсминца типа «Арли Бёрк». Корабли, готовые расстрелять врага пятью десятками крылатых ракет. Командующий флотом вице-адмирал Крейг Пандов был уверен в своей непобедимости и неуязвимости. Корабли, готовые в любой момент нанести ракетный и бомбовый удары по назначенным целям, заявил он. Ничто не предвещало беды. Чуткие радары постоянно просвечивали окружающее пространство, чтобы никто не мог незамеченным подкрасться к этой армаде. И вдруг, откуда ни возьмись, на горизонте появилась гигантская тень. Невидимая для радаров машина подошла к авианосцу на дистанцию выстрела. Залп и чудо американской инженерной мысли окутали языки пламени, а невидимая для радаров машина исчезает в ночи. Радары не могли обнаружить этот самолет, корабль, самолет и креноплан, который мог перевести 500 тонн груза. 500 тонн груза, представляете, сколько десантников, сколько военной техники, которая могла оказаться с сумасшедшей скоростью в любом месте. И отследить это было невозможно. Следующее поколение, которое было уже серийно запущено, но тоже, к сожалению, с развалом Советского Союза не дошло это, Лунь и Орленок, их уже называли убийцей авианосцев, потому что они несли противокорабельные ракеты. То есть представьте, оружие, которое несет противокорабельные ракеты и которое не может обнаружить радар. То есть невидимый. Он может подобраться в любом месте, в любой точке земного шара, и убийцей авианосцев его нельзя называть. То есть практически любой американский авианосец мог быть отправлен на дно при помощи этих ракет. То есть такой техники, пока ее не разработали у нас, в мире не было нигде. То есть никто даже об этом не думал. Примерно так могло выглядеть морское сражение у берегов Сирии, если бы в составе российского флота находились каспийские монстры. А началось все в 1967 году, когда американцы обнаружили на снимках со спутников-шпионов необычный объект в районе Каспийска. На фотографиях был виден самолет, размеры которого превышали любой бомбардировщик или пассажирский лайнер. При этом он несся над водой на высоте 3-4 метров со скоростью до 500 километров в час. Американцы были в шоке. На добычу любой информации о Каспийском чудище были брошены лучшие силы ЦРУ. Каспийским монстром его назвали американцы, потому что у него на борту было написано КМ, корабль-макет. Это достаточно могучий, большой экраноплан. Его размах крыльев был где-то около 40 метров. Соответственно, сам он длиной около 100 метров. То есть машина в достаточной степени приличная. И был оснащен специализированным ракетным комплексом. Ну, представьте себе, аппарат тяжелый, мощный, который, собственно, подходит к вам в зоне невидимости радаров и наносит ракетный удар. Причем ракеты, скажем, как бы... Эти ракеты, по-моему, класса «Москит» там стояли, которые предназначались в режиме стандартный, там «Земля-Земля». Каспийский монстр стал родоначальником двух новых машин. И в 1972 году был построен транспортно-десантный боевой экраноплан «Орленок», имевший более скромные размеры. Длина 58 метров, вес 120 тонн. Конструкция оказалась удачной. Экраноплан отлично чувствовал себя как над морем, так и над сушей. «Орленок» способен был перевести роту морпехов на двух БТРах. Причем ему были не страшны ни мины, ни торпеды. «Орленок» — это боевой ракетоплан, который, так сказать, был разработан в Советском ЦКБ. Входили они в 11-е, по-моему, подразделение Черноморского флота, тогда Советского Союза. И они входили в это подразделение, и у них была специфика. Они не только были экранопланами, но «Орлята» могли подниматься на 2 километра вверх в воздух. То есть, в случае чего, смогли выступать, по крайней мере, в роли классических штурмовиков. Это подразделение было, если я правильно помню, было сделано где-то 2-3 десятка этих машин. И даже созданы первые курсы для летчиков, чтобы обучить их тонкостям поведения этих машин. Потому что они везут себя по-другому. Маневры пороются по-другому. Тонкости проседания тангажа, крена и так далее совсем иные, чем у самолетов. Поэтому и они были введены, они были зафиксированы как боевые единицы и использовались. И, в общем-то, это разработка где-то в 70-х годах. Вторым экранопланом, появившимся в 1987 году, был боевой ракетоносец «Лунь», который предназначался для борьбы с военными кораблями и имел 6 крылатых ракет типа «Москит». По классификации НАТО – ССН-22 «Санберн», что переводится как «Солнечный ожог». Залп этими четырьмя сверхзвуковыми ракетами способен отправить на дно любой корабль НАТО, включая авианосец. Этот убийца авианосцев, как его называли, показывал просто чудеса полета. По огневой мощи он был сравним с эсминцем. Скорость близка к самолетной, несколько меньше. Предположим, для экраноплана «Лунь» нормальная скорость была порядка 450-500 км в час. Скорость, вообще говоря, зависит от размеров аппарата и от его энерговооруженности. Чем больше экраноплан, тем больше его нормальная крейсерская скорость. Для малых экранопланов, которые сейчас также активно развиваются, которые могут перевозить, предположим, 5 человек, 10 человек, скорость может быть 200 км в час, 250 км в час. В любом случае, эта скорость значительно превышает скорость судов и приближается к авиационным скоростям. Создал эти чудо-машины гениальный российский конструктор Ростислав Алексеев. Речь шла о настоящей революции в морском или воздушном транспорте. Не случайно портрет Ростислава Алексеева висит в американской библиотеке Конгресса, в галерее выдающихся людей планеты. С именем Алексеева связаны не только экранопланы, но и строительство судов на подводных крыльях. Всем хорошо знакомые ракеты и метеоры – это тоже детище Алексеева. У нас очень много наших, скажем, российских, русских гениев, которые у нас не признаны. Тот же там изобретатель ракетной тяги, да, генерал-натинант Засядько, чьим именем там названо даже кратер на Луне, да, и, опять же, американцами названо, не нами. То есть я в это готов поверить, потому что он для науки сделал очень и очень много. Он придумал вещь, которой до этого не было. Перестройка и начавшийся развал советской экономики поставили крест на программе строительства боевых экранопланов в СССР. Горбачев даже согласился, чтобы пункт об экранопланах был внесен в договор о сокращении стратегических вооружений между Советским Союзом и США. Но интерес американцев к этому невиданному чудо-оружию сохранился. Уже во времена Ельцина американские спецслужбы добились того, чтобы им показали все российские боевые экранопланы. По разным услугам было заплачено от 200 до 300 тысяч долларов за то, чтобы американцев допустили на полигон. То есть была выдвинута некая версия, что давайте, ребята, мы с вами, раз у нас сейчас сотрудничество, давайте мы будем строить вместе. Значит, с советской стороны техническая проработка, с нашей стороны финансирование и строительство. За вот эти смешные для государства деньги американцев допустили на полигон. Показали им все. Им показали кораблемакет, им показали ракетоносцы «Орленок» и «Лунь». Они все, что могли, сняли, сфотографировали. То есть всю информацию, которую могли утащить и которую им дали в руки, утащили. И после этого сказали спасибо, вы знаете, мы передумали. Из печати, из общего доступа в Америке все работы по экранопланам и экранолётам стали пропадать. То есть насколько мы сегодня глухо слышим и знаем, что работы такие ведутся. Есть чуть ли уже не готовые образцы военные. Одним из них называют «Пеликан» военный экраноплан, который там какие-то задачи выполняет очень серьезные. Все работы, которые велись в части гражданских экранопланов, остался всего там один, по-моему, производитель, который что-то ленивое там делает. А все остальное из открытой печати, из общего доступа в 90-х годах было изъято. В США тендер на постройку боевого экраноплана выиграла компания «Боинг». Этот проект, названный «Пеликан Ультра», полностью засекречен для широкой общественности. США хорошо защищены океанами от внешнего вторжения. Соответственно, быстрая переброска войск в любую точку мира занимает немало времени и затрат. Поэтому американцы, для которых проблема стратегической мобильности имеет исключительно большое значение, разрабатывают проект аппарата «Пеликан», способного перебрасывать до 1300 тонн грузов. Например, 17 танков «Абрамс» на 12 тысяч километров с крейсерской скоростью до 460 километров в час. Предполагается, что взлетать он сможет не только с воды, но и с земли. Кроме того, «Пеликан» сможет некоторое время лететь и как обычный самолет на высоте до 6000 метров. Известный проект «Пеликан Ультра», который возник 10 лет назад, в каком-то смысле, очевидно, это результат вот этого визита делегации Конгресса. Потому что американцы очень правильно рассуждают о необходимости создания специального средства для переброски сил быстрого реагирования при необходимости, предположим, с территории США в любой точку земного шара. И тяжелый экраноплан с точки зрения американских ученых очень подходит для этих задач. Был создан проект «Пеликан Ультра». Это не совсем экраноплан, скорее, экранолёт. Можно обсуждать это, говорить, критиковать. Но, очевидно, проект этот существует. И вот теперешнее состояние непонятно. То есть, реально, пока в металле никто этот аппарат не видел. Значит, то ли проект временно закрыт, то ли он засекречен. Так что мы не знаем подробностей. Сегодня строительством экранопланов активно занялись почти все ведущие страны мира. В определенных условиях этот вид транспорта незаменим. Например, в Японии, где аэродромы приходится строить прямо в море, что очень дорого. Экраноплану не нужны стационарные аэродромы. Для взлета годится любая ровная поверхность. Впрочем, как и для посадки. Корейцы показали уже прям живые видео в интернете есть с опытных испытаний 50-ти местного пассажирского. Ну, они говорят, пассажирского, скорее всего, это какое-то военное будет, да. Китай выкупили у одного из наших производителей. Они выкупили, делают на базе его тоже какой-то. Американцы, опять же, делают. Франция, еще там какие-то. Тайвань. То есть, слухи есть. Они очень глухие, потому что никто, естественно, свое преимущество или неудачу показывать не хочет. Но то, что работы явно ведутся, в этом не сомневается никто. Здесь в какой-то момент каждый пытался схватить все, что осталось от Советского Союза. Потому что я даже общался с представителями одного из государств несколько лет назад, которые пытались какие-то чертежи выкупить. То есть, работа эта давно велась. Все, чтобы попытаться вытащить, они вытащить, видимо, смогли. И сейчас уже там, либо на основе своих каких-то дальнейших разработок, но во всем мире разработка пассажирских, военных, грузовых экранопланов, именно большой вместимости, ведется. Причем на государственном уровне. Еще одним и, пожалуй, главным достоинством экранопланов является их экономичность. При скорости, близкой к самолетной, по сравнению с авиалайнерами, экраноплан тратит в разы меньше топлива. А главное, это абсолютно безопасный вид транспорта. В случае отказа двигателя он просто садится без всякого риска для пассажиров. Они чрезвычайно безопасны с точки зрения, ну, как самолет, как бы съезжающий со своего эшелона вниз, практически беззащитен. Вот, если только в конечном счете люди не вернутся к старой доброй схеме защиты пассажирскими капсулами, которые разрабатывались еще в 50-е и 60-е годы. Когда капсула с пассажирами, на определенном уровне погашения скорости отбрасывается и выбрасывается парашют. То есть, этого не было сделано даже в знаменитых американских шаттлах. Отсюда немереное количество аварий на тот небольшое количество объема полетов, которые они совершили. Ну, естественно, аварии уровень катастроф. То есть, с гибелью людей и с гибелью аппарата. То же самое и здесь. То есть, то здесь, как бы, все это происходит на не очень больших высотах. И более того, скотикранный эффект, как бы, в данной ситуации не пропадает мгновенно. Арктические территории России сегодня стали лакомым куском для многих стран. Эксперты утверждают, что следующая крупная война развернется в Арктике. Уже сегодня американцы готовят специальные войска для действия в высоких широтах. Спешно усиливает свой Арктический флот и Канада. В случае освоения Арктического шельфа, эти машины могут оказаться незаменимыми практически. Потому что, так сказать, либо грандиозный флот, медленный, неспешный, крупногабаритный, долго строящийся, как полагается, он тоже необходим. Тем более, что Россия единственная страна, имеющая рядокольный флот. Именно там, особенно в зоне покрытия льдом, эти машины же могут стартовать с тех же самых судов, с тех же самых платформ. То есть, как бы, и быть непосредственным носителем, так сказать, базовых продуктов. Это такие, так сказать, корабли «Прогресс», как для станции МКС, которые возят продукты беспилотники. Здесь, как бы, минимальный пилотаж плюс перевозка грузов. Они, по логике вещей в этих пространствах, должны стать космическими извозчиками. В случае боестолкновения в полярных областях, экранопланы могут стать той гирькой, которая склонит чашу весов нашу пользу. Война за богатство северного шельфа почти неизбежна, и Россия уже сегодня начинает приводить в порядок свои войска в этом регионе. Скорость, маневренность, способность почти моментально перебрасывать группировки войск в заданную точку, делает экранопланы идеальным оружием. Поэтому процедура экранопланов по-прежнему остается некоторой спецификой России. Потому что есть старые разработки, есть минимальные, даже в разрыве кадровом, который мы пережили за последние 20-25 лет, передача намерения, если угодно, мифы экраноплана. Я могу сказать, что, например, мне было очень приятно, что не так давно знаменитый экраноплан Иволга, разработанный в достаточной степени, давно, как гражданский экраноплан, получил новую жизнь. То есть создан экраноплан Стерх, который встает на вооружение пограничных войск Российской Федерации. И понятно, что если у нас будет возникать и дальнейшая конфликтная полоса в зоне арктических шельфов и в зоне холодных, пустых пространств, то оснащение подобными аппаратами для пограничных войск или в взрыве пустын является наиболее идеальной версией. То есть это картинка, которая позволит социализовать идею экраноплана, заставить ее задышать совсем по-другому. Гениальный инженер, конструктор Ростислав Алексеев, скончался в 1980 году. Ему можно сказать, повезло. Он не увидел, как разрушается детище всей его жизни. Сегодня ситуация меняется к лучшему. Появились области народного хозяйства, в которых экранопланы становятся востребованы. Возможно, уже в недалеком будущем мы увидим, как эти чудные машины летят над океаном. Вот эти три аппарата наиболее известны во всем мире. Это КМ, это Орленок и это Лунь. Значит, это достаточная платформа для того, чтобы двигаться дальше. Конечно, за 30 лет, которые прошли с тех времен. Во многих областях техники есть грандиозные перемены, которые нужно учитывать, которые нужно использовать в создании современных экранопланов. Но проще это делать, имея вот такой огромный опыт, чем начинать с нуля, как некоторые другие страны. С моей точки зрения, у экранопланов сейчас как раз появляется будущее реальное. Их есть из чего сделать. Есть базовые разработки, есть понимание версий экспериментов. Есть возможность на испытательные стенды, то есть адекватные этим машинам. Обдув в аэродинамических трубах и прочие вещи, они же тоже важны для экранопланов. И есть заказ. Заказ от военно-промышленного комплекса, от погранслужб. Это, так сказать, есть некая государева воля, которая здесь может продействовать. Мы живем в эпоху, когда расстояние от самых безумных фантазий до совершенно реальной действительности сокращается с невероятной быстротой. Максим Горький